Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня поговорим о том, чего к сожалению пока что нет в игре, а именно русский перевод. Помогу некоторым из вас с пониманием древа навыков и возможно это окажется для вас полезным. Поехали! Дивные красоты средневековья, возможность создать с нуля свою династию, выстроить поселение, начать торговлю с жителями других деревень, все это конечно затягивает. Но на пути к большим свершениям вы можете заметить, что ваш персонаж имеет ряд навыков, которые необходимо развивать, а также ряд технологий, которые жизненно важно открыть. Пока что русского перевода в игре нет, как и некоторых навыков. Такие навыки помечены разработчиками фразой work in progress. Они либо не работают вовсе, либо черт знает как. Поэтому переводить для вас то, что еще не работает, не вижу особого смысла. Проще по вашей потребности впоследствии выпустить ролик. Для начала обратимся к местной библиотеке и посмотрим, что там есть полезного. Для этого в меню игрока выбираем вкладку журнал и найдем там строчку навыки и таланты. Справа видим необходимую информацию. Помимо очевидных для игроков вещей, разработчики говорят о том, что жена вашего персонажа может помочь вам перераспределить очки навыков. Это работает и работает очень просто. Подойдя к своей жене, обратитесь к ней с просьбой стрясти какое-либо древо навыков, и она сбросит с него все очки талантов, которые вы потратили. Давайте посмотрим на навыки поближе и русифицируем их. Тут у нас иконки, нажав на которые можно между ними переключиться, ниже список так называемых талантов, который в правой части экрана визуализирован в виде дерева. Описание таланта можно посмотреть щелкнув по нему в списке или по иконке на дереве. Если вы поднимете взгляд немного выше от этого древа, то увидите описание навыка. Потратить таланты можно нажав клавишу F английскую, а количество доступных к распределению талантов обозначено зеленым плюсом. Справа от этого значения уровень навыка и еще правее прогресс до следующего уровня. С меню надеюсь все понятно. Теперь смотрим на перевод в навыки добычи. Знание добычи может добавить 3 очка к уровню навыка. Честно говоря, в добыче рудки этого не особо заметил. Есть разница в добыче между первым уровнем и десятым, но между тринадцатым и десятым она не стоит своих затрат. Лесоруб и шахтер. Оба увеличивают скорость работы. Минимальный уровень 5%, максимальный 15. Един с землей и сила природы уменьшат потерю прочности инструментов. Первый топора, второй кирки лопаты. Минимальный уровень 5%, максимальный 25. Искатель железа повысит шанс найти железо при добыче. Минимальный уровень 10%, максимальный 30. Мул добавит 5 кг к переносимому весу, а мастер добычи уменьшит потребление выносливости при рубке деревьев, добыче кирки и выкапывании глины. Транслесоруба и шахтера ускорят добычу на 10 секунд. В топе таланта ускорение складывается трижды. Так как очков всего 10, а необходимо заметно больше, однозначно нужным я считаю талант Мул. Остальные стоит брать, исходя из ваших предпочтений. Я рано поженил своего протеже, и его избранница сбрасывает потраченные очки абсолютно бесплатно. Поэтому при необходимости большого количества дерева, я тратил очки на таланты, которые связаны с рубкой деревьев. Затем просто сбрасывал и тратил их на шахтерские. По мере развития поселения, подобные махинации себя исчерпают. Навык прокачивается с рубанием деревьев, добычей с помощью кирки и выкапыванием глины. Навыки охоты. Знание охоты такое же, как и знание добычи, как и знание фермерских дел и всего остального. Не будем задерживаться на этих вещах. Лучник уменьшит шанс поломки стрел и арбалетных болтов. В пике на 30%, что весьма полезно. Следопыт позволит отслеживать животных в режиме наблюдения, подсвечивая их красным цветом. Хороший помощник, если вы охотитесь в сумерках или преследуете мелкую дичь. Остальных, особенно медведей и бизонов, вы точно не пропустите. Хищник сделает движение, пригнувшись быстрее. Бездонный колчан увеличит размер колчана главного героя, но не совсем понял, как это работает. Какая разница, какого размера у нас колчан, если в инвентаре можно переносить столько снарядов, сколько необходимо. Опытный охотник уменьшит износ оружия ближнего и дальнего боя. Проценты те же, что и в талантах добычи третьего уровня. И вообще процентовка подобных талантов везде одинаковы. Мастер ловушек увеличит лимит на ловушке в пике на 3 штуки. Сильная рука уменьшит расход выносливости в прицеливании из лука или метании копья. Полезно, если затягиваете с броском. Оружие к бою ускорит изготовку лука и арбалета к стрельбе. Странно. Я не думал, что для Рассимира это важно. Мы же не в шутер играем. Для себя я однозначно выбрал бафы к количеству ловушек, износу оружия, прицеливанию и расходу выносливости. Навык легко прокачивается успешным валом дичи на лопатке. Фермерство. Терпение уменьшит износ орудий животноводства, а осторожный фермер орудий растеневодства. То есть тяпок и косы. Подсчет овец и молочный путь позволит стричь овец и доить кровь быстрее. Что полезно, если бы вы не хотели получить флоп от парнокопытного, при том, что время спать, а вам приспичило на ночь молочка с печенькой. Вегетарианец и зерновая пропасть уменьшат затраты на семена при посеве овощей и зерен. Изменений не заметил, если честно. Пиши в комменты, если вместо одного семечка для посева потратил меньше. Оставшиеся навыки говорят сами за себя. Я выбрал терпение и осторожного фермера, остальное поскольку постольку. Навык прокачивается любым действием, которое хоть как-то связано с вышеописанными талантами. В дипломатии всего три рабочих навыка. Первые два помогут вам в купле-продаже. А третий добавит настроение каждому вашему поселенцу. Не это очень хорошо, если вас затянул процесс выполнения квестов, и вы не заготовили на зиму дров или провизий. Я вкачал их все, что наверняка сделаете и вы, благо 10 очков тут за глаза. Прокачать этот навык можно разговорами с неписями, говоря им что-то приятное, ну, или успешным выполнением квестов. Выживание. Чувство выживания подсветит в режиме наблюдения грибы, перья и полезные растения. Если вы далеко от своей жены, и вас совершенно случайно за бок укусил волчок, то как вариант скушать что-то зеленое и лечащее. А если это что-то легко найти, так как оно подсвечено, то это спасет вашу династию от гибели уж точно лучше, чем вы бы на последнем дыхании полисусили лесную почву в поисках подорожника. Железная печень увеличит сопротивление пищевому отравлению, а крепкий как дуб добавит вам очков здоровья. Чтобы укус нежелательных на пути элементов в виде волка, бизона или медведя не казался таким болезненным, лучше взять. Выживальщик замедлит расход еды и воды, что особенно ощутимо зимой, если минувшей осенью вы вместо сбора урожая напивали жене дифирамбы. Рыбак увеличит количество рыболовных сетей, а атлет уменьшит расход стамины при беге. Твердый как скала, получаемый урон. В этой ветке для себя я выделил баф на здоровье, уменьшение стамины и сканер чудотворных растений. Чтобы быстро прокачать выживание, собирайте ветки, полезности и рыбу с сетей. А вот ветка талантов навыка крафта вся находится в процессе разработки, поэтому о ней поговорим как только разработчики добавят все это добро в игру. Тему навыков на момент обновления 0.1.0.7 можно считать закрытой. Если у вас остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях и я отвечу. Также пишите о чем в этой замечательной игре вы бы хотели узнать. Лайк если понравилось, не дись если нет. Ну а с вами был Павел, всем вкусного чая и добра. Субтитры сделал DimaTorzok